Продолжение следует... Что касается фольклорной тематики календарного аспекта, календарного цикла в фольклоре, я ограничусь очень, надеюсь, коротким замечанием. Я занимаюсь, вообще говоря, не календарным обрядом, а довольно много лет занимался. Обрядами жизненного цикла. И, естественно, в поле зрения попадали какие-то, отмеченные сейчас предыдущей докладчицей, взаимосвязи этих двух циклов. Собственно говоря, их изоморфность, их взаимообозначение. Так же, как там суточный цикл может также соотноситься с обоими названными. Но единственный раз, когда мне пришлось более-менее обстоятельно этим заняться, было так в середине 70-х годов, неожиданно пошла такая полоса работ в разных славянских странах. То есть, в России было несколько работ, в Болгарии довольно активно об этом писали. Когда, так сказать, пафос этих работ был, так сказать, такой, что в обрядах весеннего цикла, те обряды, в которых участвуют девушки, каждый исследователь брал какие-то другие атрибуты, но в целом им свойственны свадебные атрибуты, и поэтому весенняя обрядность должна возводиться к инициации. Ну, так сказать, во-первых, тут никакого по этому, ну, скажем так, недостаточно, я бы сказал, никакой причины следственной связи тут нет. Во-вторых, даже если допустить, что, вообще говоря, одни обряды получаются из других, что ещё никто ни на одном примере не доказал, то представить себе, что обряды переходные могут переходить в календарные, мне это представлялось абсурдом. Но, так сказать, тот набор аргументов, тот набор материалов, которые эти исследователи привлекли для объяснения, значит, нуждался в объяснении. И мне кажется, что разумным объяснением было вот какое обстоятельство. Когда мы разбираем ритуалы жизненного цикла как последовательность, по крайней мере, для 70-х годов это утверждение было верным, то мы, вообще говоря, смотрим только на те обряды, в которых индивид играет главную роль. Ну, понятно, что есть ситуации, например, родильный обряд, в котором, строго говоря, не совсем понятно, а кто главный, ребёнок или роженица. Но, скажем, для свадьбы понятно, что речь идёт прежде всего о женихе и невесте, а, в крайнем случае, об их семьях в целом. Между тем, в каждом переходном обряде существует довольно много второстепенных персонажей. И для каждого из них этот обряд тоже играет переходную роль. То есть первое участие в чужой свадьбе – это тоже риде-пассаж. И первое участие в весенней обрядности тоже. То есть, строго говоря, есть какой-то набор, а, может быть, даже не какой-то набор, а практически все ритуальные контексты когда-то совершаются впервые, и это, так сказать, маргинальное, второстепенное участие в обряде тоже носит переходный характер. Вот, так сказать, вот откуда берётся иллюзия, что календарные обряды могут выполнять переходную функцию. – Значит, теперь я попробую перейти к литературному материалу. И, значит, тут, когда мы говорим о календаре в литературе, то фактически мы, так сказать, в литературе есть два типа подходов. Это, не считая одной работы, которая, кажется, называлась «Когда календарь каламбурит» – это строчка Пастернака. Ранен комментировал, кстати, эту строчку, как анаграмму карнавала, что вполне правдоподобно. Так вот, значит, либо это исследование в духе фразы Пушкина «У меня роман расчислен по календарю», – либо, ну, как сказать, такое, относящееся не столько к сезонам, сколько к, так сказать, таким сакральным точкам года, исследование календарной литературы. Святочный рассказ. Это довольно серьёзная тема. Ей много последние 15-20 лет занимались Елена Владимировна Душечкина и Хенрик Барон. Там они вместе, и Душечкина одна, выпустили ряд сборников святочной прозы. Там возникает такой любопытный сюжет, как рождественские или пасхальные номера газет, и, значит, их наполнение. Я попытался всё-таки подойти к, так сказать, ну, попробовать более простую вещь посмотреть, а именно то, собственно, о чём я хочу сейчас говорить, это роль календарных приметов, роль времён года у Пастернака. Но я хотел предварительства небольшим замечанием вот о чём. Дело в том, что вопрос... Нет, это, может быть, чуть позже. Я хотел сослаться на ещё один любопытный пример того жанра, о котором много говорилось вчера, прения зимы и лета. Любопытный, потому что он вписан в, сказать, неожиданный было бы глупо, наоборот, весьма ожидаемый, но, так сказать, всё-таки для этой традиции необычный контекст. Я имею в виду текст такой заведомо вторичный, заведомо, так сказать, он относится к американской литературе, и сами американцы считают его китчем. Я имею в виду песню о Гаевате. Песня о Гаевате построена, вообще говоря, на сюжете обрядов Перехода. То есть, ну, я не буду об этом говорить, это там довольно со многими интересными вещами связано, но весь, так сказать, ход поэмы – это последовательные, так сказать, инициации Гаеваты, там, охотничья инициация, военная инициация и так далее. И ещё целый ряд непонятно каких, но явно инициационных эпизодов, вроде там, когда его проглатывает огромная сётра, из которого он изнутри убивает и выходит, значит, наружу, когда чайки расклёвывают эту самую тушу. И, значит, но параллельно там есть, значит, очень любопытная, ну, так сказать, как метеорологическая или космологическая составляющая. Дело в том, что Гаевата – сын западного ветра. И, значит, одна из вступительных глав называется «Четыре ветра», и между ветрами происходит… Собственно, они сами между собой не соревнуются, но сюжет главы отчётливо ставит их в это положение. Значит, западный ветер главный, который, собственно, и завладевает ветрами, побеждает огромного медведя. Северный ветер вступает в поединок, ну, в своеобразный поединок с птицей, она называется шингебис, это «дайвер». Бунин перевёл её как «морянку», ну, то есть, одной из северных ныряющих птиц. Значит, эта птица не улетает на юг, и, значит, северный ветер, возмущённый, пытается её либо прогнать, либо уморить, но ничего не получается, значит, она на всё смеётся, топит печку и говорит ему многократно «you are but my fellow mortal». В одном любительском переводе это было переведено «ты, брат, парень, ядовитый». Внутреннюю форму, в общем, нетрудно восстановить. Значит, и, значит, кроме того, западный ветер не только совершает военный подвиг, но он соблазняет девушку, мать Гаеваты, так сказать, успешно соблазняет, но когда она её бросает, она умирает. Между, значит, оставшиеся ветры выступают вот в сходных функциях. Восточный ветер, значит, добивается любви девушки и превращает её в утреннюю звезду, а южный ветер влюбляется в девушку, которая оказывается цветком, одуванчиком, и, соответственно, значит, приближение ветра её уничтожает. Вот это, так сказать, распределение плюсов и минусов среди ветров отражается в предпоследней главе поэмы. Там Гаевато дважды после смерти сначала друга, потом второй раз после смерти жены уходит в Вигвам и много дней не показывается из него. Когда он первый раз выходит из такого вот заточения, он становится шаманом, второй раз он становится пророком. И при этом, значит, жена его умирает во время зимнего голода, а выходит он с наступлением весны, так сказать, в полном согласии с последующей этнологической традицией. И, значит, глава начинается борьбой, поединком, так сказать, таким, но чисто невоенным таким состязанием между старцем и молодым человеком, то есть зимой и весной. И, так сказать, лексически вот этот спор, этот поединок очень похож на состязание северного ветра с птицей. То есть, таким образом, несомненно, что прение весны и зимы, которое здесь, оно, так сказать, для Лангфелла включено в, так сказать, в ориентацию по странам света, в эту самую систему четырёх ветров. Теперь, значит, я хотел ещё заметить вот что. Когда мы говорим о современных авторских литературных текстах, не следует априорно думать, что мы всё знаем, что, так сказать, мы должны понимать автоматически, что такое времена года. Например, для Пастернака, ну, так сказать, я как раз не занимался таким концептуальным анализом, а что такое там зима у Пастернака, но хочу напомнить, что сборник «Сестра моя жизнь», который я не решился взять в свой материал, он слишком сложно организован, чтобы это, так сказать, можно было в коротком сообщении учесть, он имеет подзаголовок «Лето 1917 года». Между тем, стихотворение под тем же названием, да, или с этим же началом «Сестра моя жизнь сегодня в разливе», значит, там приметы времени – это расшиблась весенним дождём во всех, и в мае, когда по издобру списания Камышинской веткой читаешь купе, то есть, так сказать, ну, явно, или мы должны маятнести к лету, чему противоречит весенний дождь, либо, значит, признать, что лето не есть временная рамка. Или, например, то, что февраль у Пастернака кажется вопреки московским реалиям, это весенний месяц, и в первом стихотворении начальной поры перенестись туда, где ливень ещё сильнее чернил и слёз, и в «Душа ты бьёшься, как бьилась княжна Тараканова, когда февралём залило ровелин». Так что, вообще говоря, что именно значит сезон у Пастернака, вообще говоря, может быть вопросом, а не ответом. Теперь, значит, я попытался... Сколько у меня есть времени? Хорошо, значит, я просто попробую суммировать. Значит, я посмотрел... То, что меня интересовало, это композиционная роль сезона. То есть, я взял два первых и два последних сборника. То есть, начальная пора поверх барьеров, стихи Юрия Живага и «Когда разгуляется». Как раз именно сборник «Когда разгуляется» и навёл меня на мысль проверить вот это распределение у Пастернака, а именно стихотворение «После перерыва». Что я укроюсь, как затворник, и что стихами о зиме пополню свой весенний сборник. Действительно, оказывается, что не строго, не без отклонений стихи распределяются по сезонам. Скажем, ну вот, там стихи Юрия Живага начинаются с «Гамлета», где никаких признаков сезонных нету. А следующее стихотворение – «Весна», «Солнце греет до седьмого пота, и бушует о дуре в овраг, чахнет снег и болен малокровием». Следующее, датированное ещё точнее, – это «На Страстной». Причём здесь как раз ещё земля голым гола, вода буравит берега и бьёт водовороты, и лес раздет и напокрыт, и на страстях христовых деревья смотрят на гешом в церковные решётки, и март разбрасывает снег на папе толпе коллег и так далее. Следующая – «Белая ночь», то есть более поздняя весна, весеннее распутится. Объяснение – это... Там есть совершенно чёткая примета, где на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час, хотя, в принципе, можно считать это и реальной формой. «Лето в городе» – следующее стихотворение, не буду цитировать, хотя, значит, можно сказать, что речь идёт о раннем лете, потому что там фигурируют неотсветшие липы. «Ветер», по-видимому, летнее стихотворение, поскольку там, хотя и в сравнении фигурируют парусников кузова на глади бухты Корабельной, «Хмель» – несомненное лето, «Бабье лето» – не требует комментариев, «Свадьба» – вообще лишена каких бы то ни было признаков, кроме того, что пляска выходит на улицу, так сказать, по-видимому, это не зима. И дальше начинаются осенние стихи с неясным сказкой. «Он спешил на сечу, а в степной пыли тёмный лес навстречу вырастал вдали». Затем август. Затем вклинивается зимняя ночь. То есть свеча горела на столе с пометой «Мело весь месяц в феврале», хотя в романе эта свеча горит, как мы помним, в новогоднюю ночь. Значит, разлука не имеет признаков, все темпоральные приметы находятся только в метафорах. «Свидание» – это несомненная зима, засыплет снег в дороге. Затем «Рождественская звезда», «Рассвет» – тоже зима, «Чудо» – по-видимому, лето. «Земля» – несомненная весна. Затем ещё идёт несколько весенних стихотворений, я их пропускаю. А нет, прошу прощения, как раз сразу за весной начинается цикл, собственный евангельский цикл, который весь приурочен к Пасхе, то есть весь по определению весенней. Именно поэтому, можно думать, дистанцирована «Рождественская звезда». Собственно, похожим образом построены остальные сборники, то есть большая часть сборника упорядочена по календарю, стихи одного сезона следуют друг за другом, и, как правило, либо есть небольшие отклонения в этой последовательности, либо в конце сборника появляется некоторое такое вария. Единственное, что я хотел бы добавить, что не всегда понятно, надо ли, можно ли пометить стихотворение тем или иным сезоном. Например, в этом смысле не всегда понятно, реально ли, к реальности ли относятся темпоральные слова. Скажем, «Мне снилась осень в переплёте стёкол, и я пробудился, был как осень тёмен», строго говоря, никаких свидетельств того, что это действительно происходит осенью, у нас нету. Собственно, всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok